здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар по пятнице секреты эзотерики вебинар стрим от андрея дуйкоза 29 09 2023 года сегодня я конечно же постараюсь ответить на все ваши вопросы сегодня я хочу сказать вам что наш вебинар будет посвящен моим книгам это четыре тома моих книг которые называются введение в эзотерику введение в эзотерику я сил вы у меня можете заказать все четыре книги все четыре книги стоит 60 долларов я могу отправить любую страну кроме россии и белоруссии а также поставить свой автограф после проведения вебинара ссылку на приобретение и мой личный телеграм-канал я вам оставлю куда вы можете перейти заказать книги попросить чтобы я оставил подпись и тогда ну что и начнем низкий вам поклон давайте начнем с письма сегодня я получил письмо вот в таком конвертике пришло здрасте андрей андреевич мне девушка прислала для семьи конфетки подарки огромное вам спасибо низкий поклон за это вы с литвы людмила из латвии да из латвии вот что мне понравилось немного себе я закончила ну немного себе пропустили нашла школу я случайно в 2015 году когда я ушла от мужа с детьми я сидела на полу в съемной и разбитой квартире и думала как так я такая ордена ленина умная не ленивая образованная и у меня ничего нет кроме двух детей старой машины и работы уже что то есть и тогда в мою голову пришла мысль почему на эстраде поют одни и те же певцы хотя тех кто получше там нет и в ответ в голове тоже прозвучало они что-то знают правильно и тогда я решила что я найду то что они знают правильно и поскольку это было моим намерением не стала попадаться разная информация сначала это была луиза хэй затем холопа холонопону затем нумерология затем изучение камней в общем нигде я не задерживалась больше двух трех месяцев и в 2016 году на youtube я увидела ролик с лысым мужиком это со мной сейчас волосатый это был отрывок какой-то ступени я записала имя фамилию на листок и затем нашла сайт школы с этого момента я в школе что я хотела сказать все складывалось не в один день везение и удача все складывалось постепенно 2015 году я не понимаю как я смогу собрать но собрала 40 тысяч евро и купила квартиру тем не менее в 2019 году я купила двухкомнатную квартиру впрочем без кредита в этом году я купила новую машину причем тоже без кредита конечно вы правы что нужно жить по средствам потому как я сказала сыну и так далее то есть итог наверное если бы не было в школе то вряд ли женщина с двумя детьми даже при наличии характера образование и трудолюбия смогла бы достичь всего этого без везения и я думаю везение это эзотерика нашей школы кайлас в общем это своего рода мое спасибо вам за школу огромное спасибо вам людмила таких писем я получаю в электронном и не в электронном виде постоянно и много обычно люди которым школа что-то дает их много почему мало пишут комментарии почему комментарии под видео там только хвалебные хорошие тогда все дело это связано с тем что люди которые проходят школу кайлас и люди которые достигают чего-либо им некогда не писать не находить также в моем youtube канале 1500 2000 видео если вы ставите под одним где-то какой-либо хвалебный комментарий или хороший комментарий то не факт что кто-то когда-то этот комментарий найдет или увидит потому что видео очень много 2013 году я веду этот youtube канал вы представляете как много видео там выложено это бесконечный объем работы бесконечный просто ресурс знаний и просто общение и так далее это огромная огромная работа там можно проследить всю мою динамику развития я был в каком-то году худой потом я был толстый там я проходил химиотерапию там у меня выпали волосы полностью там я весил 150 килограмм теперь я вешу 98 килограмм ну и видно там времена когда с сони начал встречаться и так далее там вся сейчас наверное самое интересное наверное моя жизнь момента знакомства даже до момента знакомства первые видео потом знакомства сони там есть свадьба моя целый кусок жизни это очень приятно и я не стесняясь говорю об этом постоянно спасибо за отзывы очень приятно мне всегда очень приятно получать отзыв о появилась новая кнопка такая называется грушева петрым ковича ну вальник и в супер стики супер клейки спорта за крыма подарунок надо же такое бывает здесь я не знал ну что отвечу на вопросы ночам и так михайло хамали низкий вам поклон учитесь спасибо мария унила спасибо за все что вы делаете для людей моя дочь уехал в америку из-за войны очень сложно работой хочет переехать майами устроиться найдет работу найдет пусть переезжает сергей здрасте здоровья вам удачи богатства везения любви пожалуйста пожелать им пусть вам серёжа везет пусть в жизни будет только добро влад андрей здравствуйте скажите что не нравится женщинам и на что они могут обижаться большое спасибо есть два элемента жизненно важных которые вы должны знать мужчина это тот человек который если ругается хочет развестись и все забыть и бросить и все разрушить женщина тот человек который ругается как ни странно для мужчины это слышать для того чтобы объединить женщина ругается что она хочет вот такой вопрос запомните когда мужчина ругается у него претензии он хочет оттолкнуть убежать разорвать поломать разрушить почему потому что им никто его никто не хвалит на него никто не обращать внимание и самое интересное ему не дают с ним не спят и так далее то есть нет секса и второе а женщины а женщины нет у женщин тема другая они когда ругаются это хорошо почему потому что в этот момент они хотят объединить они хотят что они хотят чтобы больше им внимания какого внимания запомните когда вы высказываете что-то женщине она этого не слышит это выглядит так я тебе сейчас объясню в этот момент она ничего не понимает она уже не понимает то есть она не слышит ни одного слова который вы говорите потом когда вы закончили если она не перервала вас но она будет одну и ту же тему вам одно об одной и той же теме вам говорить потом вы начинаете объяснять она не понимает почему так устроена женщина что она понимает в момент когда женщина хочет объединять она не готова чтобы кто-то отталкивал что что ожидает женщина в момент когда женщина ругается мужчина обижается и хочет убежать хочет оттолкнуть а она хочет другого она хочет чтобы он подошел обнял ее запомните если женщина ругается если женщина нервничает кричит обижается то ей необходимо ласка подходите к ней после того когда она покричала все высказала говорите ты мое счастье я тебя люблю давай вместе мы с этим справимся обнимаете ее и целуете и говорите ты у меня такая красивая она может показывать вид что она ничего не слышит но это не так она все слышит в этот момент она все понимает если вы начинаете со слов а ты у меня самое лучшее зато ты у меня хорошие статы красивые ты мое солнце поняли вот так нужно почему кошка с собакой потому что когда кошка поднимает хвост вверх и собака поднимает хвост вверх то у собаки это обозначает собака хвост вверх поднимает потому что она хочет нападать и она бесстрашная а кот во время того когда он заинтересован поднимает хвост вверх кот когда поднимает хвост вверх для кота это значит я тебя люблю ты хороший так вот женщина ругается на хвост вверх поднимает а мужчина думает что хвост вверх это время когда надо нападать да если женщина ругается не нападать надо целовать это особенность такая а если мужчина ругается промолчать это тоже одна из особенностей почему тем больше говорить тем хуже будет мужчины сложные они клеймят он говорит ага вы забыли через час а он может помнить годами женщина пережила за одни сутки уже не помнит на третьи сутки а он может годами помнить а вот помнишь ты мне всегда говорила да это было один раз сто лет назад уже все забыли нет он не забыл он все помнит на что женщина обижается женщина обижается на то что и не говорят ты у меня самая красивая я тебя люблю ты самая особенная ты мое счастье моё ты моя любовь ты моя родная ты моя любимая ты моя дорогая обнимайте ее женщины тактильны их нужно трогать их нужно гладить выходите зам женитесь на молодой женщине или всегда помните когда женщина взрослеет то она для себя всегда молодая взрослеют мужчины взрослеют животные женщины не взрослеют они всегда молодые в душе поэтому к женщине любой какой бы возраст у нее не был отношения должно быть как молодой девушки какое она самая красивая на самая приятная на самая родная на самая любимая гладьте ее как будто она как в юности такая же вот чего они хотят и вот на это обижается мужчина объясняет обижается не трогает ее не гладит не говорит красивых слов подарки не дарит ну вот и конец все на что без вот на это обижается она живет с одной стороны мира я с другой на что она обижается ну теперь додумайтесь на что она обижается она обижается что вы далеко обиды вообще а другой вариант и другие варианты бывают женщина может обижаться если она допустим использует мужчину а обида является одним из способом манипуляции вы знаете что любые обиды это манипуляции так какие виды манипуляции обиделась значит чего-то хочет манипулирует все пока не получит как дети слезы очень часто если женщина рядом с вами плачет специально то есть вы ее обнимаете она плачет только вас видит плачет изменяет спит с кем-то кто-то с ней спит рассказывает ей басни она уже поверила и жалко ей себя вот себя жалко вот и плачет обнимает вас при этом говорит вот смотри собачка кошечка или вы или вас мужчина обнимает горит от посмотри собачка кошечка там вот смотри кая погода и так далее все нет любви ладно неважно это все наверно не нужно было об этом говорить елена симакова дорогой андреевич джентарь и борсовины джентары борсовины здрасте учить здрасте сосны можно выращивать возле дома конечно чем они привлекают сосны это иглы а иглы это значит пути вот чем больше путей в жизни человека тем счастливее человек почему именно сосну украшают или почему растения с иголочками нравятся людям почему их украшают чем-то каждая иголочка это жизненный путь именно так жизненный путь человека и происходит посмотрите как на что похоже дерево корни это те люди которые создали семью то есть это наши дедульки бабульки и так далее потом идем мы это стволы потом от нас от стволов расходятся ветви это наши дети дети это уже плоды птицы летят хватают плоды сеять на новое поле там вырастают новые семьи таким образом это между собой все вот так вот основано а что такое иголочки иголочки это пути которые в жизни человека есть почему иголочками украшают потому что на елочку смотришь там и там на елочке висят красивые золотые игрушки это наши мечты когда смотрите на такую елочку украшенную и говорите пусть жизни будет радость у всех пусть будет часть а пусть будет много любви и удачи это много возможностей большая елочка тысячи разных игрушек на ней конфетти разные так далее мигающие это как в нашем сознании будущее но яркие события яркие события там вот смотрите события в подвале просидели темное событие какая игрушка то никакая а ярко в египет приехали и в египет приехали на море бы солнце светило танцевали обнимались целовались куда-то ехали на верблюдах катались вот яркие события понимаете яркие события когда друзья когда за столом когда танцуют когда путешествия за ручку когда проснулись когда погладили когда утром проснулись кофе вместе пьете когда там друг другу не только там ты чавкаешь ты дура а я бы ты там сумасшедшие так далее то есть вот этого нет яркие события елочка это все создает я у меня рядом у меня дом и рядом с домом сад посажен и очень много елей я их люблю особенно синие голубые такие сосны лиственницы каких только нет я их обожаю и говорят что плохо возле ничего не плохо и кипарисы и можжевельники все растет возле дома никак это не сказывается на здоровье негативно как говорят почему нужно знать там где есть ель там всегда есть озон там где сезон там всегда есть насыщение кислородом там 10 кислород то кислород является антиоксидантом там где есть антиоксидант человек не стареет лучше себя чувствует холестерин распадается все лечим холестерин дышим активно сидя возле елочки каждый вечер я гуляю наслаждаюсь и вами своими можжевельниками елочками кстати семена можжевельника вот эти синие знаете если у вас плохой запах изо рта если у вас очень часто отрыжка если у вас эзофагиальный рефлюкс если там у вас есть проблемы связанные с тем что галитос если есть заболевания связанные с понижением кислотности низкая кислотность гастрит с пониженной кислотностью возьмите вот эти шарики синие из можжевельника и каждый день 6-7 штук съедать и разжевывайте запивайте водичкой вообще лечит язвы даже с высокой кислотностью но лучше всего для тех у кого плохой запах изо рта короче всем женщинам нужно которые худеют слышала выращивать их возле дома плохо вы знаете сколько советчиков разных есть в этом мире я вот смотрю на этих советчиков очень часто улыбаюсь несколько слова тех кто меня обсуждает вот там очень много есть видео значит свое время там николай там полный мужчина такой я попытался о нем собрать информацию подумать кто же это такой человек который говорит о том что там дуйко плохой он там плохой эзотерик вы там все кто изучаете там плохие так далее думаю кто он такой бывший миль он во всем бывший бывший папа бросил жену бывший мужчина потому что ни с кем сейчас не живет живет женщиной там встречается то не встречается бывший милиционер потому что милицейский вуз не закончил бывший качок бывший он во всем бывший во всем бывший бывший житель таиланда как он говорила сейчас живет там где-то в маминой квартире без ремонта и человек у меня там я родовые там пути и так далее но если ты с такими яркими родовыми путями то один из смыслов жизни на этой земле быть богатым человеком если ты спортсмен что такой жирный если ты родовые пути с ними работаешь то там у тебя такой рот должен быть богатый ты должен щелкать деньги со всего мира эти деньги должны к тебе проходить то что если отработать с родовыми путями то первое на что влияет у человека нереальный успех во всех делах решил продать тут же продаешь решил что-то сделать всем нужно открыл киоск продается лампочку купил не нужно продал тут же там машину купил она у тебя стоит хочу продать машину еще не успел сказать уже продалось это правильно родовые пути работают а когда и контролировать свой вес контролировать свое старение контролировать семью все контролировать это родовые пути не раздражаться не беситься никого там смотришь на это . и понимаешь поросенок сидит рассказывает об эзотерике о том как все плохие занимается родными путями и сидит в нищете да разве это эзотерика на разве это эзотерика ли это соло больная с ожирением мужа рассказывают о каких-то квартиру надо поменять начать жить хорошо одна из особенностей успеха эзотерики заключается в том что человек который занимается эзотерикой знает ключ к фортуне если фартовый то тогда фартовый во всем и безопасность то есть если есть фарт то обязательно должна быть безопасность и колебание этой двойной карты с одной стороны безопасности с другой стороны защит с одной стороны фортуна с другой защиты является ключевым элементом познаний эзотерики ради этого и занимаются знаете мне нравится люди которые говорят нет надо душа чтобы но надо надо но душа надо чтобы она была нищая страдала тогда зачем эзотерика зачем изучать, зачем эти все мантры, можно все завершить, идти в монастырь, помогать, строить, стирать, молиться с утра до ночи, развивать душу, зачем мирская жизнь тогда, зачем, если мирская жизнь, а из чего состоит мирская жизнь, а кто ее создал, эту мирскую жизнь, если правильно рассматривать это все, то Бог создал, значит, ему нужно, чтобы жить, чтобы люди жили в мирской жизни, ну, наверное, нужно, а что подразумевает мирская жизнь, бедность, богатство, болезни, здоровье, везение, невезение, любовь, отвращение, там, жену, не жену, мужа, не замужем, дети есть, детей нету и так далее, и если Бог это создал, то получается, с одной стороны, есть там, где не пруха фактическая с болезнями, со всем остальным, а с другой стороны, наоборот, пруха, везение, везде, почет, уважение, тогда должен быть, должна быть какая-то схема, вот эта схема, она и называется, эзотерическое понимание мира или философии мира, придерживаясь которой, которой можно выбрать для себя путь, исследовать ему, и тогда плавно получается, как вот в этом письме, когда женщина говорит, да, да, вы представляете, вот, не было денег, сидела я рядом со своими детьми, без квартиры, без машины, и не было у меня денег, на однокомнатную 40-50 тысяч не было, а через два года купила двухкомнатную, ну уж поверьте, не за 50, а за 150, потому что там, где она живет, это очень дорого стоит, Евросоюз. Ну и конечно я могу сказать, что школа помогла, несомненно, несомненно, почему, потому что я знаю своих учеников, там Мочеренко начинали, не квартиры, не машины, с женой вредной и так далее, только разошелся, сейчас, прекрасная жена, машина, квартира, ры, я смотрю на всех учеников, я смотрю на учеников, те, кто исповедует философию, движется правильным путем, слышит то, о чем я говорю, идет и правильно идет, все своим путем, внезапно получает, не внезапно, кто-то один путь выбирает, кто-то другой путь, у кого-то деньги на первом месте, у кого-то счастье, у кого-то каждый себя находит, это большое счастье вообще найти школу Кайлас. Марк, Тростян, Андрей Андреевич, рада видеть и слушать вас, вопрос, что означает, если человек родился и умер, 25 числа, спасибо, по энергии жизни человек и рождается, умирает в один день, это такая особенность, это точка в калачакра-тантри, это чакра времени, целое знание такое, он должен родиться, если жизнь прожил удачно и счастливо, то в этот же день должен умереть, поэтому день рождения является местом не только появления, а местом максимального варианта человеческой смерти, именно поэтому, когда человек празднует дни рождения, то нужно быть в этот день предельно аккуратным, потому что день рождения, это время, когда калачакра-тантра или чакра времени открывается, и открывается она каждый раз, когда человек доходит до периода годичного цикла, 365 дней, на самом деле, хорошо, что не 365 годичное, а 330, 309, сейчас я скажу, 79 умножить на 2, сейчас, умножить на 2, о, 316 дней получается, это цикл человека, хорошо, что мы празднуем на каждый 369 день, 365 вернее, а если бы мы праздновали на 316, то вот 316 день нашего рождения, он самый опасный, а 9 день от нашего рождения опасный для тела, и очень, это день, когда можно очень сильно восстановить свое здоровье, великолепно, но об этом не буду рассказывать, говорю, об этом рассказываю все на своей ступени. Татьяна Миракина, здравствуйте, Андрей, Андрей, скажите, когда я стану богатый? Я могу дать вам совет, для того, чтобы стать богатым, человек должен использовать всего лишь один простой метод, ориентироваться в свободном времени своем, каким образом и что для этого необходимо сделать? Первое, если вы не отдыхаете, обучайтесь, если вы не обучаетесь, работайте, и все. А вы сейчас попробуйте рассмотреть, чего у вас не хватает. Сколько книг вы прочитали, каким образом вы развиваетесь, какое направление вы уже выбрали, где вы являетесь максимально ярко выраженным специалистом, а если вы, а как еще по-другому? То есть вы должны в концепции, наверное, концепции конкуренции мировой быть кем-то более конкурентно способным. Вот смотрите, 5000 человек в вашем городе живет, и из 5000 человек 300 человек безработных. И эти 300 человек это конкуренты перед вами, 300 человек хотят быть богатыми, и вы среди них. У вас, среди вас должна быть конкуренция? Должна. Тогда кто победит? Тот, кто больше работает, тот, кто больше обучается, и тот, кто больше отдыхает. А как обычно у нас происходят? Перед телевизором, а когда в последний раз чему-либо обучаюсь? А чему я обучаюсь? Я стабильно чему-то обучаюсь. А изучаю языки, перевожу книги, я читаю тексты всевозможные, я являюсь специалистом в области продвижения в интернете, продвижения в фейсбуке, МММ, СММ, я понимаю, как строятся там тоннели продаж, я знаю, как развивать магазины, как продавать через интернет, как продавать за границей, как продавать на разных площадках. Я понимаю, что такое стратегии производства, развития бренда, видите, как много всего. Я могу запустить сам рекламу, я понимаю, что такое таргетированная реклама, как запускать рекламу чего-либо, как делать бренд, из чего состоит бренд, каким образом его развивать, сколько денег вкладывать и так далее. Это же нужно обучать, как построить предприятие, как вложить деньги в предприятие, что такое стратегия управления предприятием, как построить вертикаль власти в больших компаниях, что такое аренда, арендой занимаюсь, как взять недвижимость, как сделать так, чтобы эта недвижимость приносила деньги, как собирать, как строить и так далее. Я во всем этом разбираюсь. Что такое финансы? А этому же нужно обучаться. А как иначе? Кто-то должен принести и дать? Ну, есть второй вариант, вы должны быть популярным. Опять-таки, для того, чтобы стать популярным, нужно... Скажите, какие цели визия и миссия нашей школы Кайлас? Наша школа Кайлас говорит о том, что есть мир, в котором потеряна идея доброты. Этот мир почему-то считает и опрометчиво считает, что доброта является низшим качеством, качеством слабых людей. И наша школа, и наша миссия, она пытается сказать всем, что можно быть и добрым, и не дураком, что можно быть теплым. И мы через это развиваем свою стратегию. Таким образом, мы создаем семьи, где правит доброта, вот как я со своей Соней, со своими детьми. Мы не ругаемся, у нас нет криков, нет ора, никто никого не бьет. Вот уважаем всех, знаете, хорошо относимся. Мы добрые, но мы не дураки. То есть я тепло отношусь к семье, я тепло отношусь к сотрудникам, я тепло отношусь к миру. Второе. Почему? Я тотально игнорирую зло, оно мне не интересует. Второе. Наша школа, она является одним из проводников справедливости в этом мире. И наше объединение, оно создало определенный вариант энергетики, который следит за тем, чтобы справедливость на земле восторжествовала. Это является одной из миссий нашей школы. Какие инструменты нашей школы? Это проявление доброты, проявление честности. И честность и доброта, как основной ключ к везению. И объединение людей вокруг этого. Инструмент знания эзотерики помогает нам быть в мире, в котором есть высокая конкуренция, помогает нам быть более везучими. То есть мы более везучими, нам больше везет в жизни, мы знаем, как управлять везением, мы знаем, что такое фарт в этой жизни. Мы этим всем управляем. Каким образом? Мы знаем, как управлять своим телом, как управлять своей психикой, как управлять психикой и телом других людей. Мы это все понимаем, изучаем, управляем и занимаемся этим. Более мощной эзотерики, чем эзотерика школы Кайлас, во всяком случае, ну, может быть, я и не прав, кстати. Во всяком случае, то, что есть в школе Кайлас, отличается от того, что я когда-либо изучал. Вот так я правильно скажу. Почему я говорю, что хорошо было бы у меня обучаться? Я являюсь примером. Я человек, который прошел Крым и Рым, кстати, я из Крыма, и прошел тяжелую судьбу, потому что было связано с тем, что я седьмой ребенок в семье, в 90-х годах я поступил в институт, там у меня за плечами училище, техникум, институт, у меня за плечами начало работы, где только не работал, чем только не занимался, и предпринимательство, потом болезни, тяжелая болезнь за плечами, неудачные браки, неудачные травмы и так далее. Сейчас, спустя годы, я могу сказать, если бы не было той эзотерики, которую я преподаю, был бы мне полный каюк. Обучайтесь у меня, вы никогда не пожалеете. Плохо слышно, почему? Совсем плохо слышно? Подвойну сейчас. Будет ли дочь замужем, родит ли детей? Кому это интересно? Зачем это? Кому это интересно? Сейчас ведется для людей, а вам-то это зачем? А вам зачем? Нет ни одной женщины, которая замуж не вышла. Ну вот это большая редкость. Все выходят замуж, все нормально. Есть семинар у меня, у меня женщина обычно, когда выйдет замуж, причем тут когда? Купите семинар, помогите ей выйти замуж. Есть тысячи техник эзотерических, которые могут помочь человеку выйти замуж. Я о них все время рассказываю. Итак. Сегодня будет обсуждение у нас первой моей книги, которая называется «Введение в эзотерику школы Кайлас». Итак. Первое. Меняйте отношение к себе. Что это обозначает? Смотрите. Наш ментальный мир, это наши мысли и наши чувства по отношению к себе очень влияют на тот мир, в котором мы проживаем. Когда человек живет в этом мире, то его эго формируется или его скелет формируется о том, что он думает о себе или то, как он себя осознает. Есть люди, которые осознают себя взрослой, больной и так далее. И в дальнейшем для человека это представляет ценность. То есть человек говорит там, да как же она посмела мне сказать, ведь я больная, у меня нога больная и так далее. То есть условно можно сказать, что она говорит, любите меня за то, что у меня нога больная. Также есть некое такое ощущение, вот смотрите, один человек заходит, на него все смотрят и сразу понятно там наглый, на другого смотрят там везучая, на третью смотрят богатая, на четвертого там, не знаю, есть еще слова такие сексуальные, допустим, на мужчину смотрят там успешный. То есть есть какие-то такие ментальные элементы, которые тоже очень в жизни помогают человеку. Допустим, перед успешным, который останавливает машину, могут не остановиться. Вы когда-нибудь замечали там, человек останавливает машину и мимо него все проезжают. Или там есть такие люди, которые ездят на машине, их все останавливают на каждом повороте, каждый гаишник. То есть они почему-то нравятся гаишникам. Есть женщины, которые вроде и некрасивые, но тотально нравятся всем мужчинам. Есть мужчины, которые там и нос горбатый, и ухо поломано, и небогатый, как мой племянник прям его описал. А всегда успех перед женщинами, всегда. У меня не было такого успеха никогда. Но я ему не завидую, мне он не интересовал. Видно, у нас по-разному был настрой. И в чем особенность такая? Так вот, о чем здесь говорится? Есть некая такая идея, которая звучит так. Найдите в себе маленького ребенка или ощущайте, будто вы маленький ребенок по отношению к самому себе. То есть находите в себе возможность погладить себя, сказать, маленькие ручки, маленькие ножки. И использовать один из образов себя, внедрив его в образ, который у вас является вашим эгоистичным образом или вашим представлением себя. и используйте данный образ. То есть, да, вы взрослая, с больной ногой, но все равно в душе вы маленький ребенок, и все равно вы хорошие, и теплые, и добрые, и так далее. Что даст вам это? Если на улице гуляет ребенок, который голодный, то его обязательно все накормят, потому что мир так устроен, он любит детей. Таким образом, только немножко, ментально, что обозначает ментально? То есть, сидя, думая о себе, говорите, ой, маленькие ручки, маленькие ножки, ты моя зайка, ну, люблю тебя, ты моя красивая, ты моя хорошая, ты моя зайка. Хвалите себя вот таким образом, вы таким образом внедряете в общую программу себя элемент, при котором другие люди вас будут видеть, помимо того, пятна, который создает вибрации, которыми вы являетесь, то есть, обычно это уксусное лицо гордого человека, ненавидящего окружающих людей, с предвзятостью, эгоизмом и претензией, смотрящей на всех окружающих его людей. Я сегодня ходил по торговому центру, вот в этом пиджаке и в желтой футболке, еще в белых штанах и в белых кроссовках и в очках. И на меня люди так смотрели, каждый хотел сказать мне, тут родина в опасности, ты негодяй, так нельзя не одеваться, не ходить, ничего. А если я завтра умру? А если я завтра умру? Кажется, мне этот пиджак не одевать. Но завтра может и не быть, вы понимаете? Я уже так близко был к смерти, что мне каждый день врачи говорили. У меня такая история была, я сейчас о ней расскажу. Я приехал во Львов, мне очень долго советовали здесь в Киеве на Чёрсе. гематолог мой, онколог, говорит, едьте во Львов, там очень хорошая женщина, она вас примет. Я из Винницы поехал во Львов, приезжаю к этой женщине, еще и там долго очень ждал ее встречу, назначали, три раза переносили. Утром 6 часов, а встреча в 4 вечера, поезд в 7, еще я переживал. Вот я вышел, там где-то в отеле каком-то досидел, покушал в ресторане, еду к этой женщине, плюс 40 температура у меня. Встречаюсь, она смотрит мои документы, говорит, Андрей, ну а вы умрете, вам ничего не поможет, вам ни один врач уже не поможет. Вы знаете, таких людей, как она, было много, которые говорили, да, все, забудь вообще, тебе ничего не поможет. Так вот, ничего не поможет, когда ты это слышишь, то начинаешь на следующий день думать, что, а хорошо было бы пожить еще. Хорошо было бы пожить. Почему? Потому что так много туфлей, которые хочется одеть, которые ты не оденешь. Когда есть одежда, которую хочешь, я одевал золотые часы, один раз в неделю, один раз в месяц, а их у меня было пять. Или там, вы понимаете, завтра может не быть, ночью утром поторвался, и конец тебе. Тогда зачем тянуть? Лучше каждый день жить, как в последний раз. Любить жену, есть вкусно, обнимать близких детей, завтра может и не быть. Я не говорю о том, что нужно быть кем-то. Я говорю о том, что можно быть более счастливым. Более счастливым не откладывать свое счастье на завтра. Более радостным не откладывать свою радость на завтра. Если есть что-то, что может вам помочь в этом, пусть оно будет. Пусть оно будет. Тем более, почему такое происходит сейчас? Люди забыли, что такое радоваться. Они перенесли сейчас в интернет, они более радостны, если смотрят, как радостен кто-то. А ты? А ты? Можно быть самому радостным от того, что ты есть. Так вот, ментальная практика, когда вы внедряете еще и детство немножко в себя, создаст к вам очень хорошие и теплые отношения. Вам уступят место, вам бесплатно что-то дадут, вас подвезут на улице, остановят такси. Или человек не сможет объяснять, почему это происходит. Кстати, одна из проблем и причин онкологии заключается в том, что человек предвзято и возвышенно, как это называется, не эгоистично, а в христианстве называется побороть свое не эго, а неважно что. и вот это и важно, знаете, когда человек предвзято на все смотрит, я очень часто замечал людей, которые очень предвзяты ко всем немножко с высоты своего эгоизма, такого преднаме, предособенности, то есть человек говорит, я выше всех, я мощнее всех, я гордее всех, я не знаю еще как-то. И вот это настолько входило, что человек потом срастался с такой проблемой. И потом такие люди живут-живут, и потом бац, и онкология, толстые кишки. Поэтому нельзя быть человеком, который ставит себя выше других людей. Никогда этого не делать. Гордыня. Эх ты ж, боже, склероз. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то эзотерически вылечить неврастыню? Конечно. Смотрите, как все устроено. Наш мозг и наше тело это элементы противоположные. Если сильно истощать свое физическое тело, заниматься физическими упражнениями, особенно в вечернее время, то тогда это лечит мозг. Запомните это. Как вылечить неврастынию? Вечером идете к велосипеду, садитесь на него и крутите педали на всю скорость. Засекаете время и 30 минут. Делайте так, 2 минуты очень быстро, потом отдыхаете медленно. 2 минуты очень быстро, потом отдыхаете медленно. Но сделайте это перед самым сном за 10 минут. А еще будете ложиться спать, съешьте 1 чайную ложку или 2 чайные ложки меда. А утром, когда вы проснетесь, если вы хотите, чтобы ваше тело было худым, то проснувшись утром, начните громко изучать слова. Почему? Если изнасиловать свой мозг, то тогда тело худеет. Вот смотрите, у человека неприятности, ему говорят неприятности, у него решение, надо решение, надо решение. Начните его в этот момент кормить. Он в жизни есть не будет никогда. Не захочет ничего есть. Почему? Система перевернутая. Если насиловать мозг, то тело худеет. Если насиловать тело, мозгу лучше. Понимаете? От чего лучше? Потому что он восстанавливается от того, что тело насилуется. Вот так это все устроено. Получается, а человек как делает? Наш мозг питается углеводами, чтобы вы знали, и потребляет 80% всех углеводов. Но самые вкусные для него углеводы восстановлены. Из чего восстановлены? Они восстановлены из физических упражнений. Каких? Во время того, когда человек занимается физическими упражнениями, у него образовывается молочная кислота. Она превращается в лактат-дегидрогеназу, которая, попадая в почки печени, восстанавливается до особой глюкозы, которая очень мощно питается, ваш мозг очень мощно этим питается. И вот в этот момент он восстанавливается. Второй вариант. На ночь физические упражнения, а утром сидите неподвижно. Складывайте ножки и не шевелитесь. Можно в любой позе садиться и вот так вот долго-долго сидеть. И можно моргать, можно закрытыми глазами, можно о чем угодно думать, но просто сидеть. Если утром просто сидеть, не шевелиться одну-две минуты, а вечером заниматься физическими тренировками и есть на ночь мед, то через одну-две недели вы себя не узнаете. Почему? Мозги настолько начинают активно работать, тело худеет, мозги работают, чувствуете себя заряженными энергией. Вот вам простые способы от неврозов. Но вам-то это не подходит. А что не подходит? Ааа, нет. Почему? А вот, мед можно, да. А все остальное нет. Иди сам крути велосипеды. Дурачок. Тогда таблетка. Какая таблетка? Ну, много бывает таблеток. Таблеток. Нейролептики, Сироквиль. Есть там адаптол. Вчитель в Киеве и області оголосили повітряну тривогу. Сподіваюсь, ви в безопасном месте. Я вам це обіцяю. Я вам обіцяю, що до завершення цієї війни я залишусь живим і всі моі учні також. Елена Бразин, Брази у нас. Учитель, ви говорили, любовь – це прощення. А якщо любиш, ну, обіда на родного человека – це мертвая точка в фортуні, да. Якщо ви обіда на родного… Надо сделать так. Да, действительно, це було. Я на нього довго злилась. Ай, все, мені вже це неінтересно. Пролетіли. Все. Більше не помню. Зачем це тянуть? Обіда, не обіда? Я вас спрошу вообще. Обіда – це проблема ваше. Ви вообще можете жить з позиції «я не при чём». Почему? Когда-то была такая история, когда история королевы… Как ж її звали? Анжелика королева воров. Вот, такую книгу я читал, ещё был маленький. И там Анжелику изнасиловали солдаты. После этого батюшка говорит ей, пастор, давай я тебе отпущу грехи. А она говорит, послушайте, мои грехи будут отпущены ведром тёплой воды. А вот ваши грехи и тех людей, кто мне со мной сделал, пусть они придут и с ними останутся на всю жизнь. Кто виноват? Тот, кто обижается всю жизнь или тот, кто не обижается. Виноват тот, кто обижается. Почему? Потому что вы несёте груз настолько жестоко для себя и окружающих, что это уже давно никого не парит. А вы всё несёте, всё несёте. Человек – это свободный катер, человек – дельфин. А у вас сзади к дельфину к хвосту привязана, я не знаю, что там, якорь. И вот вы хотите, у вас энергия должна быть. Какая энергия есть там якорь? Скажите себе, я нужна, я достойна, мне ничего не заморачивает. Каждый имеет право совершать ошибки. Да мне вообще всё равно. Чьфу на них. Оля Троцевская. Четыре с половиной года пахала на работе в одиночку. Сейчас идёт расширение предприятий и зарплаты. Начальник приводит сейчас людей и меня увольняет. Что будет ему по законам вселенным? Ничего не будет. Ничего. А чего это? Он вас не должен увольнять. Почему вдруг? Станьте руководителем предприятий. Хотите – увольняйте, хотите – нет. Но ничего не будет. Вообще вы живёте как раб. Почему? Человек, который работает на другого человека и вынужден там за минимальную зарплату с утра до ночи – это раб. Это человек, который хочет жить как раб. А в Талмуде, Галахе и в Библии в Старом Завете есть такие слова, заповеди. Бог сказал – будь всегда в голове, не будь в хвосте. Будешь в хвосте – не сильно хорошо. Поэтому думайте, как самому открыть бизнес. Как человек может зарабатывать? Да как хотите. Какие потребности человеку? Волосы срезать, волосы нарастить, волосы выдернуть. Уже три. Этому же не сложно. Массаж сделать, массаж с банками, иглоукалывание. Там, я не знаю, там, брови нарисовать. Кто-то вообще в Ютубе зарабатывает. Вы слушайте. Человек любит есть. Научитесь готовить. Начните готовить. Найдите школы, которым нужно готовить. Привозите им еду. Послушайте. Есть видео, их миллион. Как в домашних условиях начать заниматься бизнесом. Там может быть, там, изготовление цветов из бумаги, изготовление цветов из… Я видел такое, вот даже когда берут хлеб, его со стеклом или крахмал со стеклом, каким-то там жидким стеклом это смешивают, потом лепят что-то там вокруг какого-то шарика и делают такие розочки, красят. Оно все засыхает красиво и стоимость его высокой. Это называется какая-то там холодная керамика. Есть горячая, покупайте муфельную печь, можно купить какой-то станочек, который будет глину, там, можно… Да послушайте. Можно делать шарики из глины, эмалью покрасить от машины, запечь, после этого одеть бусы и бусы продать. Да капец. Да человек может что хочешь делать. Купили сливы, сделали варенье повидло и слив, закатали в банке, открыли интернет-страницу в Инстаграм, каждый день рассказывайте, какие они полезные, какое повидло вкусное, поставьте каждый день выпуск и так повидло сфоткали, и так, и такое хорошее, и такое хорошее. Ну, я не знаю, почему люди так тяжело все делают. Нет, надо ходить на работу, надо ждать, когда зарплату, надо бояться и надо возмездие. Какой капец. Какой капец. Здрасте, пережить происходящее в Армении, а вы при чем? Вас не касается, значит, вам нечего переживать. Как вы думаете, когда все закончится? Для меня только продолжает. А, я забыл сказать. Уважаемые господа, в скором времени я буду проводить марафон здоровья. Что это такое? Марафон здоровья будет посвящен омоложению. И я даже сфотографирую каждого из вас и заставлю вас, каждого, сфотографироваться в первый день этого марафона и через 10 дней после завершения этого марафона и сравнить фотографии. И вот я утверждаю, что от первого до десятого дня у вас будет разница такая, если вам 70 минус 30, если вам 40 минус 10, если вам 50 минус 15. Вы будете ярко это видеть, я вам обещаю. Что будет? Я буду напрямую работать с вами, с вашими родными, с заболеваниями и так далее. Как это происходит? От гипноза до тайны эзотерики. То есть, есть определенные коды, определенные дыхания, гипнотические сеансы и этого будет очень-очень мега-мега много. Обязательно найдите мой марафон, напишите в интернете дуйко сайт, перейдите на мой сайт, зарегистрируйтесь в марафоне и вы будете в шоке, насколько я эффективно поустраняю большинство ваших болезней. Будете просто в шоке. Каждый год марафоны становятся все лучше. В этом году он будет мультимощным, мультимощным. Приходите, обязательно поучаствуйте. Далее. Как определить высокую духовность у другого человека? Определить высокую духовность у другого человека несложно. Когда вы находитесь рядом с этим человеком, скажите себе, вы хотите обнять этого человека? Если вы его хотите обнять, значит перед вами высокодуховный человек. А еще, а если вы хотите обнять кого-либо, вот у вас появляется желание обнять кого-либо, но без сексуальных притязаний, без популяризации или там желаний каких-либо вот этого человека, там денег, еще чего-либо, то тогда это говорит о том, что вы высокодуховный. Почему я перестал выходить на улицу? Почему я перестал куда-либо идти? Я запросто могу обнимать людей. Мне нравятся люди. Какие? Любые. Больные, несчастные, просящие, непросящие. Почему? Люди. Люди прекрасны. Поэтому если вы видите батюшку, его хочется обнять, высокодуховный батюшка. Лариса Монова, я никаких подкладов не находила, но ощущаю на себе порчу. Так ли это? Нет. Если есть, смогу ли я от нее избавиться? Ее нет. Спасибо, пожалуйста. Вам нужно избавляться не от порчи, а от невроза, от мании, которая вас преследует. Вы считаете, что что-то должно произойти, а это называется уже невроз и развивается невротическое состояние, автоматизм кандинского клерамбо. Клерамбо. Появляются навязчивые идеи. Это все не здорово. Приходите на мой марафон, я помогу убрать. Добрый вечер. Как убрать родимое пятно и бородавки на талии? Одна увеличивается. Спасибо. Берете спичку и когда погасла спичку, вот этой спичкой тыкаете в родимое пятно или в бородавку и выбрасываете в ведро. И так много раз. так эктоплазма тибетская практика очищения ой, интересная книжка. Не буду об этом говорить, не хочу. Человек есть одна и та же энергия, разделенная телами. Я как считал, я так и считаю. Я Серова Ирина Николаевна. Мой первый муж повесился. Все эти годы я живу одна и вышла замуж. Все равно живу одна, это призрака вижу в других, даже в сыне. Ну и что? А в чем вопрос ваш? Можно ли вылечить диффузный токсический зоб общим объемом 24, 28,4 тиреотоксикоз? Не, нужно гормоны принимать, скорее всего. Олеся Машканова, с России как приобрести? Я не работаю с Россией и Белоруссией. Здравствуйте, Андрей Андреевич, бывший мужчина, делает пакости и пишет на работу. Завтра идет проверка с работы. Как избавиться от него и когда он от меня отставит? Я обучаю на первой ступени, она, кстати, выложена бесплатно здесь в YouTube. Каким образом при помощи работы со свечой устранить проблемы и навсегда убрать этого мужчины? Итак, выберем какую-нибудь страницу. Убирание внутренних проблем, потрясений, негативных эмоций на бумаге. Допустим, вас бросил любимый человек обычно как женщина обижается. Она говорит, как меня такую красивую, умную, добрую бросил вот этот придурок, скотина, чтоб ты подавился. После этого начинает колбасить. Почему? Себя жалко. Ну и дальше я объясняю, каким образом это все из книжки читаю и как убрать это все на бумаге. Метод очень несложный. Берете белый лист бумаги, ставите ручку и говорите там я обижаюсь на него, я обижаюсь или там сволочь, чтоб ты исчез, там и так далее. Потом берете эту бумажку, зажигаете и сжигаете ее. Если так выполнять ежедневно, то очень быстро проблема решается. Такой известный метод очень несложный. Александр, как понять, если проклятие сыночек в один год умирает, когда была беременна, умирает ее отец. И в этот же период снова была беременна сыночком, родила, но теперь этот страх постоянен. Нет, это два совпадения. С проклятием вашим это никак не связано. Просто совпадение. У одного конец жизни произошел год, у другого конец жизни произошел. Проклятие у вас в вашем случае не увидел. Если бы это было проклятие, то вы бы уже не родили ребенка. Проклятие это когда все близкие. Вот как проявляется проклятие, сейчас расскажу, каким образом это проявляется. Женщина родила ребенка, ребенку 20 лет он умер, разбился на машине. Второго родила, ну он не второй, а второй был психически больной и угнал машину со двора и разбился. Потом дочка выросла, ее звали там на букву М. Эта дочка сначала врезалась на машине, потом начала пить таблетки для похудения, потом отравилась таблетками, чуть не умерла, потом выехала в Турцию и турок ее убил. Из ружья застрелил. И эта женщина осталась одна, без детей. Потом ее мужчина умер от онкологии, с которым она жила. Она сама живет сейчас, эта женщина, у нее ничего нет и так далее. С чем связано ее проклятие? Она кидала людей, то есть она брала автомобили, гнала эти автомобили в Украину, кидала людей на деньги, ни с кем не рассчитывалась, всегда всех запросто там щелчком пальца посылала, ну, никого не боялась, ее крышевали там милицейские работники и так далее. у нее отец был бывший заключенный, который там был в Винницкой области, он в ней воспитал, что долги отдают только трусы, будь всегда сильной, сильных Бог любит и так далее. Сам закончил плохо, повесился, а она в дальнейшем выросла, нарожала детей, все дети закончили плохо. Ее много раз проклинали, потому что она очень жестоко бросала людей. Из-за нее люди погибали, она сдавала их милиции и так далее. Ее проклятие, оно было связано с ее дочерями, с ее детьми, они все погибли. Сейчас она живет сама, очень сожалеет, возможно. Это называется родовое проклятие. Ее род умер, то есть она больше не родит детей и эти дети, а эти дети, которые у нее были, их тоже нет. Вот это родовое проклятие. А если у вас все хорошо, какое проклятие? Умер в годик, умер муж, ну и что? Несчастье. Это плохо, конечно. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это Господь. Это проверка ваша. Больше любите, значит. Скажите, пожалуйста, если в роду был убийца, как это влияет на род и как можно избавиться от влияния? Никак нельзя избавиться от влияния. Был убийца, значит весь род будет связан с такой энергией. Каким образом? Ну, необходимо не помнить об этом человеке, а также для всех сказать, что этот человек, он по ошибке это сделал. Также пройти мою обновленную первую ступень. Я там объясняю, как убрать вот такие проблемы рода, используя перевернутые четверки в родовом дереве. Как омыть родовое дерево, чем устранить и как это все убрать. Это очень эффективные мегапрактики. Или приходите ко мне на марафон и я уберу у вас это самое. Евгений Андреевич, можно ли вылечить Паркинсон? Есть одна удивительная теория такая, она говорит о том, что у людей, у которых Паркинсон, есть две особенности. У них практически нет в крови меди, а медь очень важна для человека. И второе, у этих людей практически в тысячу раз увеличено количество аммиака в плазме крови. Я сейчас не могу сказать норму, но по-моему норма там что-то до 3-5 микромоль. А у таких людей она поднимается там максимально до 100, 200, 300 и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что их мозг не получает молочную кислоту, а также не превращает ее в ну не может справиться с тем, чтобы переварить эту молочную кислоту, а ее переваривание происходит в кишечнике за счет кишечных бактерий. И необходимо что-то делать для того, чтобы это все делать. Но если не может переваривать организм, то тогда избыток такой молочной кислоты необходимо вывести из организма. Это делают определенные вещества, допустим, одно из веществ называется аминокислота L-орнитин, 2-я цистин или там определенного вида антибиотики. И второе это применение медь-содержащих препаратов. Таким образом можно начать принимать препарат моей компании инулактим по 1 чайной или 2 чайной ложки на стакан воды 2 раза в день, по 2-3 таблетки цистина 2 или даже 3 раза в день. И препарат с высоким содержанием меди это препарат, который называется алгоцин 1 чайная ложка на стакан воды 1 или 2 раза в день. Также можно насыпать медные монеты или медь в стакан, залить теплой водой, добавить небольшое количество ничего не нужно добавлять. Пусть такая медь остынет и ночь постоит и маленькими глотками на протяжении дня пить. Вот таким образом можно помочь. Сколько много неизвестного школа Кайлас. Мы советуем в другом мире это очень приятно узнать все новые познания в школе Кайлас с участием Дуйко. Хвала и честь наста... Спасибо. Андрей Андреевич витаю, расскажите будь ласка есть протеует цифровые коды. Человек мега невероятно потрясающе уникальное существо. В свое время очень много лет назад я решил для себя что я добьюсь возможности развить у себя канал ясновидения. И начал заниматься я человек целеустремленный такой знаете сказал либо это туфта либо это разовью в себе читал мантры гейка ом ом ши дэла ом ом ши дэла ом там ом качечка на мах и так далее то есть этих мантр я знаю много и развивал как бы основную практику я выбрал для себя это работа с концентрацией то есть я представлял что-либо обычно мне нравилось представлять либо камень-янтарь либо ювелирное украшение либо потом лицо любимой женщины либо свое лицо либо еще что-то я брал прямо секундомер и засекал время сколько я удерживать в своем сознании образ через несколько лет я этот образ мог удерживать долго со временем я понял что глядя на людей и представляя людей сбоку я могу видеть их заболевания то есть в темных местах это были одни заболевать светлых другие со временем я начал понимать вот допустим как это у меня было читаю я какую-то манты на амурат на троя я нам оволокит шварэба цвотой макс а твоя мах караника это дьято он тары тутар и туры саравдус тапрадус там и у меня появлялась картинка подобно тому как будто на елочке висят шары я начал обращать на эту картинку внимание и вот на этой картинке там где этот шар у меня появлялось слово или два слова я все время думал что это за слово что это за два слова что за чепуха вообще и со временем когда я начал допустим как это было допустим мантру там для лечения позвоночника намратно намратно трояя махи духи свак намратно трояя махи духи свак и мне вот показали там допустим картинку человека обмотанное зеленой шерстью там или зеленой тряпкой колена и надпись на вот этой тряпочке и надпись в пространстве и вот как-то близкие болели или еще кто-то я это все начал записывать для себя запоминать и близким начал советовать я говорю обмотай тряпочкой начни произносить вот этот слог там хим прайли там яу-яй и так далее и человек начал произносить обмотал тряпочкой и утром говорит не болит что это такое как такое получилось я понял что это каждая наша мантра каждая наша молитва каждое наше заклинание каждый наш разговор он может быть он в пространстве создает энергоинформационную вибрационную модель такая энергоинформационная вибрационная модель это короткое слово так у меня получилось создать коды то есть текст льва толстого можно создать кодом из четырех слов или из четырех бувк или там из шести как покажут и произнося будет то же самое как будто ты читал этот текст многократно ну вот приблизительно так так люди сидят читают мантру или молитву там господи Иисусе Сыне Божий помилуй меня грешного или да воскреснет Бог расточатся в разе и бегут от лица ненавидящего как расчезает дым да исчезнет дает воск перед лицом огня и так далее а можно короткие два слога когда ты читаешь то одно произношение это как сто раз произнести вот эту молитву естественно сколько это времени занимает вот смотрите человек может молиться с утра до ночи и это даст ему огромное количество энергии сил возможности защиты почета уважения и так далее а если ты прочитал вот эти коды сто штук по семь раз каждый то если бы я читал столько молитв то мне бы понадобилось сорок лет сидеть и что происходит при длительном чтении каждый день посвящая этому час я могу сказать что в возрасте пятьдесят лет я нереально хорошо себя чувствую я нереально успешный у меня офигенная семья мне везде пруха везде пруха везде причем такая защита человек говорит человек говорит так надо ему что-то сделать он не доедет он даже не довыйдет никуда почему потому что ломают ноги бьются на машинах и так далее даже один человек когда-то мне сказал он говорит дуйко тебе лучше не думать о плохом настроении почему это мега это мега заниматься эзотерикой быть мега эзотериком я к этому всех призываю я могу этому обучить со временем глубоко просматривая мир я начал делать так я начал просматривать человека и начал делать так я представляю человека и начинаю его растягивать растягиваю растягиваю его плоть и жду когда будут на канале видео что-то на канале видения что-то показывать человек исчезает вместо человека появляются клетки митохондрии митохондрии растягиваются и человек растягивается 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 и появляется сначала цифровые коды или цифры, много-много цифр, при этом если отлететь назад далеко, то с большого расстояния человек, который растянут в проекции, то там где голова одни цифровые коды, при заболеваниях одни цифровые коды, еще какие-то коды. Когда больше растягиваешь, то человек появляется в виде большого количества единичек и плюсиков между собой, грубо это полотно такое и на нем единички и нолики, как цифровая программа. Это грубо вдохи и выдохи и задержки дыхания. Помните, я даже говорил, есть такие практики, я говорил, дыхательные упражнения это 3 вдоха, 3 вдоха, 7 вдохов, перерыв, 4 вдоха, 4 вдоха, 5 вдохов и выдохов. И я говорил, будешь делать так, перестанешь сразу же болеть от вирусного заболевания. И люди говорят, а что это такое, начало делать, перестали сопли, перестал кашлять. Это мега уже продвинутые методы, они очень сложные, не каждый может это делать. И вот я начал просматривать цифровые коды. Цифровые коды от, цифровые коды для, цифровые коды чтоб, цифровые коды чтобы не было. И вот у меня создалось, так же я начал просматривать цифровые коды кожи, цифровые коды мира цифровые коды событий из-за того что человек ориентирован на максимальное развитие и на человека влияют 9 планет вот я решил эти цифровые коды разместить в пентакль это квадрат такой в котором находится 9 вот этих элементов то есть я ставлю 9 этих кодов или убираю какие-то либо делаю это там еще как-то бывают более сложные более короткие коды и вот я обучаю эти коды ставить себе они нереально нереально эффективны кто пробовал всегда удивляется говорят но как это надо ну как у меня появилась даже такая программа и и начал писать еще лет восемь назад или 9 это цифровая моя цифровая версия этого мира очень много было открытий сделано ну знаете человек так устроен он с одного на другое знаете у вас должен появиться вопрос он должен звучать так обалдеть дуйко если ты такой умный если ты это умеешь делать то почему ты ничего не забрел кто вам сказал да кто вам сказал у меня большое количество свободного времени я в большом количестве много всего изобретать изобретаю внедряю но на все не хватает время и эти изобретения они требуют и внедрения и так далее все там все чем я занимаюсь из-за того что человек который может просмотреть получится у меня не получится там вот близкие говорят там вот он женится что будет я говорю он женится первый раз родиться мальчик 2 раз родиться мальчик третий раз уже с бабой будет жить она будет худая молодая так что вот эти все не будут о это что ж такое как изменито ни как изменить надо принять и жить так вот и живем хотите такое себе развивайте развиваете ясновидения по моим методикам развивайте можно ли люди там а будет не будет вам не надоело не управлять своей жизнью вам не надоело я не понимаю вас мне кажется жить и не управлять этим миром не управлять своей жизнью это очень неприятно ждать когда что-то произойдет пусть мир прогибается под нас мы энергетически слишком сильные виолета передать ли мне способность от прабабушки видеть вещи сны если бы передалась то вы бы видели и гадали а так глена счастливая ваш учениц скажите я должница ваша или нет откуда вы берете я должница не должница если вы купили у меня не должница если вы просмотрели это в бесплатном тоже не должница если я вам подарил не должница если в интернете смотрите это выложено без вам не должница если вы кому-то заплатили я с этого хоть рубль получил не должница а если вы у меня украли просмотрели где-то тогда должница не переживайте у меня такое большое количество должников что исходя из этого я должен жить вечно неля пономаренко здравствуйте почему моя недвижимость номером 4 когда покупала об этом не думала у каждого человека есть цифра 4 эта цифра семьи видимо вам очень хотелось для семьи вы для семьи живете ради семьи ради вот таких вот чувственных если 5 то это было бы связано с пентаклем денег с материальным благополучием если 9 с духовностью андрей андреевич спасибо огромное за вашу помощь моей семье внучка мария кончает 10 класс получится поступить да вы мега учитель спасибо сегодня у нас великолепный день ирина шокорова в россии что такое что не отправляйте я живу на территории украины российская федерация на сегодняшний день обстреливает уничтожает инфраструктуру украины вот смотрите для того чтобы война в украине закончилась необходимо чтобы российские войска вышли с территории украины если российские войска зайдут сюда то здесь будет концентрационные лагеря вы же слышали что сказал путин он сказал демилитаризация где нацификация что такое деноцификация нация украинец ее не будет а куда нам всем украинцам деться куда нас надо где нацифицировать то что надо убить уже убивали тридцать третьем году тридцать первом году поэтому как работать украина не торгует с российской федерацией хотите что-то купить я причем идите в руководство вашей власти просите пусть отправляют я причем я как жил я так и живу знаете я на сегодняшний день имею несколько видов гражданства в разных странах нахожусь я в украине но свободно могу выехать в любую страну и не делаю этого также будучи человеком который имеет высшее медицинское образование не участвую в военных действиях и почему не участвует потому что я отец четверых неполонолетних детей а также я работаю с высшим руководством политической власти в украине и у меня есть специальная бумага такая лариса сушку андрей андрич канал эзотерик на youtube ваш частично спасибо за код против войны успел его записать но он в моем доме низкий пока пожалуйста на четвертой ступень цифровые коды писал на себе работают снимают боль вы волшебник точно да скажите пожалуйста слэ уж слэ уж только один человек или может быть несколько если вы покупаете марафон у меня и проходите и рядом с вами находятся ваши родные то можно за них не платить если вы покупаете марафон и хотите ссылки отправить всем своим близким чтоб смотрели нет так я работать не хочу пусть садятся перед вами перед телевизором я с ними буду работать подскажите ребенок после ангины пьем лизам гемартан на чупало увеличенный лимфоузел не переживайте это нормальный процесс это после того когда увеличивается гланды появляется лимфоузел не обращайте никакого внимания можно ли убрать обычный яблочный обычный яблочный уксус берете одну столовую ложку яблочного уксуса и полоскайте им горло также пьет пускай можно яблочный уксус или лимонный сок на стакан воды и тоже пить мы не виноваты а если кого-то обвинил 2 что обвинил кого-то ну вот вы говорите мы не виноваты друзья мои объясните где я вас чем-то обвинил я разве сказал о чем-то я говорю рф напала а дуйко не причем я говорю дэна цификации то люди говорят или руководство руководство у меня к вам к людям претензий никаких вы не виноваты и вас и не обвиняют мне жалко вас но тоже такое дело слушаю 21 шум символы супер сейчас сказал снова заблокирует мой канал если заблокирует мой канал я его я не буду проводить тогда вебинары один восторг и восхищение вызывайте у нашей семьи друзей спасибо за все пожалуйста я надеюсь скоро будет хорошо той боже скажите пожалуйста как можно вернуть потерянный багаж какой ритуал очень долго не возвращают получите рубины малиновые для молодости а сапфиры а сапфиры для подъема энергии смотрите как все устроено чем ближе к красному и желтому тем моложе чем ближе к темному и синему а не так а все правильно тем сильнее защищает синие камни защищают черные камни защищают а вот светлые рубины цитрины янтари они делают моложе вообще самые лучшие для молодости это янтарь с белым оттенком как человек устроен самое простое упражнение быть всегда молодым вот так руки держите делайте вдох и выдох вверх голову представляете будто от рук вверх огонь и должно появиться ощущение будто энергия течет вверх делайте так по 20-30 раз три раза в день через одну неделю ваши близкие начнут говорить что такая молодая что такая красивая внучки 5 лет за эти пять лет три перелома что это духовная в семье если у ребенок часто ломает ноги это говорит о том что он боится ему страшно это говорит о фобиях каких-либо что необходимо а еще это может говорить о плохой щитовидки недостаточности витамина д давайте с д витамина начнем давайте ребенку цитрат кальция проверьте щитовидную железу и давайте ему витамин d3 и все будет нормально ольга корень очень восхищена вами вы человек от бога скажите могу ли я выносить и родить ребенка дам доченька солнышко здрасте только один человек может быть несколько имею ввиду количество слушателей в одном человеке а вас несколько а если в вас несколько вас то пусть все слушают все нормально нету подожди ты мне мешаешь мне тоже я тоже я что же не один с вами разговор ты мешаешь ты меня перебиваешь я тоже мы говорим что меня перебиваешь он мешает а сейчас мы вдвоем говорим он просто свое на английском и вы должны слышать что ваш английский должен быть знаком с английским на котором говорит мой тот кого никто не видит ирина цайн купила рубины в золоте зря что ли их дорогой учитель рубины в золоте это самое прекрасно носите рубины всегда будете молодой никто не сглазит никогда обожаю рубины в золоте мне кажется девочка которая одевает рубины в золоте она автоматически становится красивее я обожаю это для меня самый красивый камень на женщине но я люблю такие малиновые ах а ну что ж еще раз хочу сказать я приглашаю вас принять участие в моем марафоне который состоится в скором времени я после публикации напишу группу в telegram переходите в эту группу также напишу свой контакт в telegram можете мне написать также заказать книги с моим автографом через мою группу в telegram вот так выглядят четыре книги которые называются видение в эзотерику прошу не путят и не путать их со ступенями они большинстве своем не повторяют ступени очень интересные книги полезно будет всем много мантр много идей много философии хочу если вы будете их покупать то я допишу еще и четвертую пятую шестую седьмую восьмую книги и будет вот полноценная вот такая вот полноценный вот такой огромный сборник моих книг великолепные книги четыре книги стоят 60 долларов отправка во все страны мира кроме россии беларусь хорошие такие книги также приглашаю вас все таки присутствовать на марафоне моем который связан со здоровьем или по здоровью где основной задачей будет у нас это лечение от заболеваний которыми вы валите также индивидуальная работа с каждым индивидуально что будет от эзотерики заканчивая порчами сглазами и заканчивая гипнотическими сеансами много работы еще и шумы и там будут у нас коды ну тысячи эзотерических практик ничего подобного нигде поверьте мне никто с вами такого никогда не делал и делать не будет так заходим сейчас провести а вот сюда забыл нажимаем сюда пусть вам солнышко яркое светит каждый день как мне можно в нашей непростой ситуации помириться с мужем стоит ли обязательно хотел бы почитать вашу книгу о психологии полноценную большую где бы вы писали о психологии человека психологии мужчин и женщин вот она эта книга здесь о психологии мужчины и женщины введение в эзотерику школы крылаз вторая часть здесь прямо семья центр вселенной практики для гармонизации отношений почему женщина страдает создание отношений не практикуйте сексуальную энергию девочки вы их не ругаете восхищаетесь ими практика построения сублимации кто себя кладет на алтарь других людей ставит себя выше других людей они ниже не ставьте себя выше других людей мы все между собой равны соединяем ручки у горла даже йога здесь есть видите при этом очень очень интересно она вся иллюстрированная такая красивая с картинками с картинками и все здесь для все психологии семейных отношений берете вот такую книгу читайте статью тут же ее можете пересказывать своими словами в тик токе и будете таким же популярным как сатья нас андрей андреевичу вы працюете с порчей так працюй с порчей с обрядами обрядовую магию все знаю и это все могу убрать и прекратить також я бы переходим на русский я желаю вам успеха я желаю вам счастья я желаю вам любви ой ты куда я желаю вам любви пусть никогда не угаснет вокруг вас желание жить пусть та любовь которая находится в ваших сердцах проявляется в виде огня и солнца пусть то солнце которое находится в вашем сердце греет тех людей которые находятся рядом с вами в вашей семье согревает их души и делает их теплыми по отношению к вам и друг другу и пусть тот огонь вашего сердца который находится вашей груди сжигает все неприятности и всех врагов которые есть в вашей жизни будьте счастливы и пусть в вашей жизни всегда будет у вас хлеб на столе любовь за столом и и спокойное чистое небо без взрывов пожаров и глупостей до свидания л preuer до свидания до свидания